Добрый вечер, уважаемые белореченцы! Сегодня четверг, 31 марта, и мы приглашаем вас на очередную программу «Открытый диалог». Сегодня мы поговорим о том, как город готовится к майским праздникам, и сегодняшняя программа также будет посвящена наведению санитарного порядка и благоустройству города. Гость нашей студии – глава Белореченского городского поселения Юрий Витальевич Фисенко. Добрый вечер! Добрый! Ну, прежде чем мы начнем задавать вопросы нашему гостю, я бы хотел нашим телезрителям напомнить номер телефона прямого эфира 33808. Позвонив по этому номеру, вы можете задать вопросы нашему гостю. Можете прислать ваши вопросы в виде смс-сообщения на наш короткий номер 5522. Не забудьте в тексте смс-сообщения сначала написать 107FM, потом сделайте пробел, и после пробела пишите текст вашего вопроса или сообщения. Юрий Витальевич, на одном из аппаратных совещаний глава администрации района поставил задачу сделать Белореченск самым зеленым городом Кубани. Мы уже видим, как в эту акцию включились многие белореченцы. Вот скажите, существует какой-то план высадки молодых деревьев? Ну, не получится со временем так, что, став большими, эти деревья, например, будут просто мешать коммунальным службам? Это не хаотично происходит по плану? План высадки у нас существует, и здесь мы учитываем мнение специалистов, которые обслуживают и подземные, и надземные линии, которые относятся к линиям связи, электропередач, водоотведения, водоснабжения. Ну, о том, что деревья могут нанести вред, у нас реально такие случаи бывали. И недавняя авария в районе стоматологической поликлиники как раз о том и говорит, что одной из версий того, что водовод диаметром довольно значительным, около 500 мм, лопнул там, именно явилась причина то, что корень платана продавил и скоррозировал этот водовод. То есть мы стараемся учитывать все мнения, но в частности, допустим, по улице Интернациональной напротив общежития 157-го мы высадили там не деревья, а можжевельник казацкий, который позволяет и имеет не такую обширную корневую систему, то есть вред подземным коммуникациям он не нанесет. В планах посадки у нас, помимо того, что мы в Центральном парке, и благоустройство намечено к майским праздникам, к началу летнего сезона, это будет, я думаю, Белореченск уже через три недели оценят те изменения и озеленения, и открытие площадки уличной гимнастики, варкаут, паркур. То есть стритбол, это на месте бывшей баскетбольной площадки эти виды работ ведутся, там малой архитектурной формы. Также озеленение происходит и в сквере Победы, на въезде в город, но основная работа намечена на осеннее время, потому что деревья лучше приживаются именно осенью. Это зона рекреации в районе реки Белой, там, где мы планируем построить и дорожку велосипедную, то есть чтобы у белореченцев со временем появится благоустроенная набережная, но озеленять уже нужно сегодня, чтобы деревья растут не один день, не один час, не один месяц, поэтому этой работой нужно заниматься. Но мало высадить деревья, дело в том, что еще за ними же необходим уход, то есть это и рыхление, и полив в засушливое время. В частности, мы осенью начали озеленение той территории, которая находится между улицей Мира и улицей Ленина, после благоустройства перекрестка и нового светофорного объекта. К сожалению, осенью не все белореченцы по достоинству оценили, я имею в виду, повыдергивали из 88 саженцев, через 3 дня исчезло 12, еще через 4 дня еще 16. То есть я понимаю стремление белореченцев озеленять свои усадебные и приусадебные участки, дай бог им здоровья, но... Нет, это нужно вандализмом называть, не иначе. Мы весной эти пропавшие с этого места саженцы восстановили и продолжаем заниматься. Уже погода нам дала февральские окна, когда была температура под 20 градусов, и затем опять сменились на прохладные. То есть у нас еще неделя-две есть для успешной посадки. Сейчас мы в долг взяли саженцы из питомника Заречный, это Обшаронский район. Они районированные. Сосна от 5 до 7 лет, рост от 1,80 до 2,5 метров. Нам их в долг поставляет хозяин, поэтому мы усиленно занимаемся и в сквере Победы, и в центральном сквере, и на других территориях, которые на основных улицах наших расположены. Поэтому с системами полива тоже там, где возможно, будем стационарно поливать. Там, где это невозможно, будем привлекать технику, которая у нас имеется в нашем городском хозяйстве. То есть это все уже имеется. Ну и также однолетние цветы, которые в скором времени появятся. Сейчас тюльпаны зацветут в некоторых местах. Они уже там, где есть тепловой фон от зданий, то они уже начали цвести. Ну и в ближайшую неделю усиленно будут цвести тюльпаны. Понятно. Юрий Витальевич, тема нашего сегодняшнего разговора, конечно же, интересна для наших телезрителей. У нас уже есть телефонный звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Любовь Семеновна. Юрий Витальевич, у меня такой вопрос. Можете вы ответить? Как из хорошей остановки, где было 8 лавочек, на которых люди ждали автобус, и видно было подъезд идущей маршрутки, имею в виду напротив универмага. Получилась, извините, порнография на две лавочки, и чтобы увидеть идущую маршрутку, надо на середину улицы выходить. Ни одного положительного отзыва. Все возмущены этим безобразием. Можете ответить? Я понял вопрос, Любовь Семеновна. Спасибо. Действительно, если мы что-то переустраиваем, то мы должны получать положительный эффект. И если мы хотим переустроить остановку, то она должна быть более удобной. И в настоящее время мы с заказчиком и застройщиком ведем работу, потому что он выполнил переустройство этой остановки. Архитектор уже дал решение, думаю, в течение двух недель там будет улучшение. И более комфортным для пассажиров будет это место. Действительно, когда было и просторное, и обзор был, то сейчас заперли двумя торговыми павильонами. Мы не должны за счет расширения площади ухудшать качество и условия передвижения наших пассажиров. Здесь мы позанимаемся в течение двух недель. Я думаю, более комфортные условия создадим для наших пассажиров. Понятно. Скажите, пожалуйста, Юрий Витальевич, на каких территориях в первую очередь будет проведена реконструкция? Городской парк, ну это понятно, мы видим, что там ведутся работы. А где еще? У нас также в плане, ну до майских праздников осталось уже немного, и тут погода нам в марте месяце долгое время не давала значительно поработать. Ну я уже говорил, что это территория въезда в город, поклонный крест, где у нас также намечена высадка деревьев. Там будут и к тем березкам подсажены вечно зеленые хвойники. Территория, которая прилегает к Дому культуры, ну это сквер Победы, там тоже высадкой деревьев занимаемся. Улица Интернациональная. Здесь тоже разбивка произошла с посадкой хвойных кустарников. Ну а по благоустройству еще нужно дополнительно сказать, что мы по улице Луначарского довольно протяженный объект сдаем. Скоро в эксплуатацию это пешеходный переход в центральной части города, который соединит улицу Железнодорожную с улицей Гоголя. Это возле спорткомплекса, возле гимназии. Совершенно верно. Он значимый, потому что там находятся и детские сады, и спорткомплекс «Химик». И одновременно мы расширяем, если подъезжать к улице Железнодорожной с центра, правую часть, которая будет более удобна для парковки автомобилей родителей. И сделаем более безопасным, еще продумаем, где сделать пешеходный переход, для того, чтобы люди более комфортно могли подвозить и забирать своих детей из детского сада и со спорткомплекса. Ну и также у нас в микрорайоне Северном та часть тротуара, которую мы в прошлом году начали, он более протяженный, около двух километров. То есть от нового детского сада, можно сказать, от улицы Полевой до улицы Победы практически соединяет детский сад со средней школой номер три. Тоже будет буквально в течение нескольких дней закончен. В планах у нас по центральной части города также те тротуары, которые в асфальтовом исполнении были сделаны 30 лет назад. Это по улице Щерса будет он реконструирован, по улице Луначарского, что вызывает 120, где тротуар оказывается в низине. И каждый раз, когда детвора идет в пятую школу, то пройти, не замочив ноги в дождливую погоду, очень сложно. То есть в этой части тоже будем заниматься. Но надо сказать, что в этом году мы привлекали технику из Краснодара, которая позволила нам ямочный ремонт сделать значительно быстрее. И свои подрядчики очень удачно в этом году. Ну это спасибо погоде тем двум неделям, которые в марте были, погожие. И ну это первая волна ямочного ремонта. Все равно асфальт служит больше нормативного срока в два раза, поэтому он продолжает разрушаться. Еще в течение ближайших двух недель будет вторая часть ямочного ремонта выполнена. И тогда мы уже к майским праздникам уже будем практически готовы. Ну и останется еще разметка на проезжей части. Но дело в том, что те материалы, которые используются, они должны использоваться при температуре выше 16 градусов. То есть такой температуры пока еще нет. Но надеемся, в ближайшее время, судя по прогнозу, температура идет вверх. И не нарушая технологии, можно будет сделать этот ремонт. У нас есть еще один звонок телефонный. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Виталий Владимирович, житель улицы Проточной. Я хочу узнать, чья обязанность убирать упавшие ветки и старые упавшие деревья? Если это обязанность жителей, то куда девать все это? Понятно, спасибо за вопрос. Да, действительно, мы озеленяем ту территорию, которая прилегает к нашим домовладениям. Когда деревья, как вы сказали, уже начинают мешать коммунальным службам, прежде всего это электрикам. Потому что недавние ветры привели к сбою в подаче электроэнергии. Виной тому стали как раз ветки и оголенные провода. По новым технологиям сейчас энергообеспечение проводится самонесущим изолированным проводом. А по старой это голые оголенные провода, которые замыкаются и ветвями деревьев высокорослых. И иногда эти старые ветки падают. Действительно, обслуживание. Здесь позиция такая, что существует закон об охране линии электропередач. То есть на расстоянии 5 метров ничто не должно расти. Ну, понятное дело, когда мы высаживаем саженец, который высотой метр, то не думаем, что будет с ним через 15 лет. И, естественно, мы хотим это пустое пространство заполнить зеленью, ну, улучшить наше место проживания. Обязанность здесь обоюдная. То есть жильцы, если спиливают ветки, у нас есть служба, которая вывозит крупногабаритный мусор. По телефону, я, к сожалению, сейчас не могу сказать, но мы готовы на сайте его объявить. И можно поинтересоваться в приемной, по какому телефону обратиться. Более того, у нас есть еще другой вид услуг, это измельчение веток. То есть ветки превращаются в щепу, которая служит для мульчирования почвы, служит перегноем, для структурирования почвы. То есть не приходится возить этот балласт. То есть ветки, они довольно занимают большое место, а при массе минимальной. Поэтому в службу в этом можно обратиться. Тарифы там, они узаконены, сессия депутатов городского совета, то есть вполне приемлемые. Ну и очень часто электрики по существующему графику, они вывозят за собой те объемы, которые напилили. Но иногда бывают сбои, за что я приношу извинения. Действительно, у них голова, прежде всего, болит за то, чтобы электроэнергия подавалась бесперебойно. А уже за санитарное состояние, это голова болит у городской администрации. Ну и, естественно, конечно, мы должны и с жителями совместно проводить эту работу по наведению порядка. То есть то, что на улице или на дворе, или в стране кризис, никому не дает повода жить в захламленной территории, не убирать вокруг своих домовладений, не красить заборы, не чинить фасады домов. То есть это все под силу нам, нашим жителям, нашим горожанам выполнить. Ну и хотелось бы сказать, что здесь мы всегда открыты и для помощи, то есть предоставления техники. Когда мы видим, что люди идут навстречу, то мы предоставляем. Весь город у нас поделен на и закреплен за ответственными. У каждого председателя ТОС Х7 у нас по городу есть номера телефонов и квартальных, и куратора, ну и, соответственно, тех замов, которые курируют данные территории. Продолжая тему взаимодействия с местным населением, городская администрация искала родственников тех, кто похоронен на старом кладбище, ну, чтобы довести до логического конца эту идею обустроить там Курган Славы и привести в надлежащий вид всю территорию. Вот кто-то откликнулся на ваш признак? Откликаются, конечно, но нужно немножко в историю посмотреть. Кладбище более 100 лет, то есть за 100 лет было захоронено порядка 70 тысяч человек, белоречицев на нем. Поначалу наша идея о том, что увековечить каждого проживающего в виде гранитной или мраморной плиты, 70 тысяч плит, это довольно затратное мероприятие. Мы обратились в архивные органы, в органы ЗАГС, действительно. Единственное, существует промежуток времени во время Великой Отечественной войны, когда данных и фамилий о захоронениях не сохранилось, но, к сожалению, так уж выпало. А все остальные годы они имеются. Ну, наша цель была связана с чем? Действительно, большое количество жителей приходило, мы вносим их в списки и сверяемся с архивом. И нам важно знать позицию наших горожан. То есть, что делать с теми оградками, которые проржавели, внутри которых растут деревья, которые невозможно обрезать, растет поросль, за которой никто не ухаживает, и на этих могилках видно, что уже десятилетиями рука не касалась. Что с ними делать и как быть, как навести, как привезти нам это в сквер тихого отдыха? По закону мы можем разбить там зону рекреации, то есть это сквер с высадкой деревьев. Это закон нам разрешает. И такую работу по наведению санитарного порядка мы начали с прошлой осени, ну, я имею в виду глобальную работу. То есть закрепили кладбище за предприятиями города, за казачьим обществом. И уже к майским праздникам первоначальный вид. То есть мы хотим сейчас вырубить эту поросль дикорастущую, сухостой, навести санитарный порядок. Это еженедельно проводится, это работа. Я благодарен руководителям, благодарен горожанам, ветеранам, которые принимали активно и принимают активное участие в наведении порядка. Но дальше мы должны коллегиально, с общественным советом города, района, принять решение, будем мы запускать туда тяжелую технику. Не будем. То есть у нас сейчас мы вырезаем поросль, делаем химпрополку, для того, чтобы эти побеги опять, они провоцируются, и на месте, где была одна поросль, вырастает 10. – Понятно, понятно, работы ведутся. У нас очень мало времени уже остается до конца программы. У нас есть и вопросов много, и телефонный звонок у нас есть. Очередной добрый вечер. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Хотела бы задать вопрос. – А скажите нам, как вас зовут? – Галина. – Галина, да. – У нас по улице Степной есть детская площадка. И, в общем, недавно на этой детской площадке оборвалась качеля. Дети катались и оборвалась качеля. А кто ее может в это сделать? – Номер Степной, скажите, какие дома рядом? – Это напротив УПК, получается. – А, напротив УПК. – Да, да, есть у нас куратор, фамилия и имя Артем Корниенко. Я думаю, он сейчас слышит нас. В ближайшие 3-5 дней мы приведем в порядок. Ну, хотелось бы, чтобы не только граждане говорили, что город сделал для нас, а и каждый гражданин мог поставить вопрос, что я сделал для города. Действительно, есть и у нас очень много таких примеров, когда молодые родители, мужчины, откликаются на просьбы кураторов. У самих есть техника, особенно это в тех микрорайонах, где строится. – Я хотел следующий вопрос задать. Как рядовые граждане подключаются они к работе? Наводят порядок рядом с с вами домом? – Очень часто, да. И наводят порядок, и более того, у нас очень много людей, которые владеют инструментом, сварочные аппараты, режущие инструменты. И один в поле не воин. То есть один куратор, у которого 7-8 тысяч человек, на территории он курирует. Здесь есть у нас взаимодействие с теми людьми, и я благодарен им, которые предоставляют технику, и сами хозяева, и те водители, которые работают на этой технике, и те застройщики, которые не просто требуют «сделайте нам дорогу, агрегируйте», но и сами совместно с нами мы… – Оказывают пассивную помощь и принимают участие непосредственно. – Верно, да. И хотелось бы, чтобы здесь мы принципиально подходили к тем соседям и берегли то, что имеем. В частности, вот, допустим, у нас мост на улице Полевой, он находится сейчас в полуаварийном состоянии. Это дорога, которую используют застройщики. Мы установили там для контроля за этим мостом ограничения в массе, но все хотят строиться, и ограничения по массе. Там, где должна ходить грузовая машина массой 12 тонн, там идет тонар массой 20 тонн. Ну, ребята, мы вместе живем, и здесь нам следующий мост мы увидим, дай бог, в этом году будет софинансирование со стороны краевой администрации, мы доделаем этот участок. Но давайте сейчас сбережем, чтобы потом нам не принимать экстренных мер и не строить, и не вкладывать очень большие ресурсы для того, чтобы сберечь этот мост. Юрий Витальевич, чистота на городских улицах, на обочинах, дорогах и ближайших лесополосах зависит, конечно же, от того, сколько законопослушных граждан проживает в городе. Вот вы можете пояснить, куда белореченцы выбрасывают мусор? Хороший вопрос. Действительно, у нас законопослушных граждан 76%, может быть, их в душе и больше, но по тем договорам, которые заключены у нас с теми организациями, которые легально вывозят и имеют на это все документы, которые вывозят твердые бытовые отходы, они сейчас называются таким образом. То есть, прежде всего, это жители многоквартирных домов. Так уж традиционно случилось, что в городе Белореченске здесь практически все 100% оплачивают, там, может, 2-3% не оплачивают. С жителями частных застроек значительно сложнее. Ну, я понимаю, там, где есть какие-то объективные, то или новый микрорайон, или машина не может зайти, но у нас так уж случилось, что порядка 20% жителей частных дворов либо подбрасывают этот мусор... Соседям, в лучшем случае. ...соседям на площадке многоквартирных домов, чем усугубляют экономическое положение и жителей, и компании, которые вынуждены нанести дополнительные расходы, не учтенные в обслуживании дома. Ну и другие, как вы сказали, захламляют берег реки, лесополосы. Это тоже, к сожалению, имеет место быть. И кто дал право выбрасывать мусор на улицы? Почему человек себя так ведет? Вот это нужно с этим заниматься с детских садов. То есть, почему он ставит себя выше? Ведь эту же бумажку, эту же бутылку кто-то должен будет поднять, об этом тоже нужно думать, когда из автомобиля очень часто выбрасывают. Да, такое бывает сплошь и рядом. У нас есть еще один звонок телефонный. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер, вы в эфире. Скажите нам, как вас зовут. Здравствуйте. Юрий Витальевич, добрый вечер. Добрый. Меня зовут Нона. Очень приятно ходить по нашему городу, когда кругом все красиво. Но обратите внимание, пожалуйста. Прервалась у нас связь с нашей телезрительницей. Но пока она перезванивает, задам еще один вопрос. Если, может быть, успеете на него ответить. А сколько человек были наказаны за пренебрежение к правилам этого санитарного порядка? И почему бы ваши административные комиссии не активизировать свою работу? Таким образом, мы же могли бы и бюджет пополнить за счет тех, кто вот так относится по-хамски к родному городу. Хороший вопрос. Действительно, у нас за прошлый год 118 административных протоколов было составлено, вынесено столько же постановлений. Штрафы совершенно различные, потому что протоколы составлялись и на физические лица, и на должностные, и на юридические. Размеры штрафов, которые взысканы от 500 рублей до 120 тысяч, ну это, я имею в виду, юридические лица. Нарушения правил благоустройства самые разные. От захламления территории, ну то есть это то, о чем мы сейчас с вами говорим, до незаконного разрытия и невосстановления после себя. Я приношу извинения перед белореченцами, что год назад мы как раз в студии прямого эфира, у нас компания, которая проводила работы по улучшению энергообеспечения, к сожалению, свои обязательства она не исполнена. У нас в районе 40 лет улицы в ЛКСМ осталось еще незаконченное благоустройство после разрытия. Мы штрафные санкции уже выдвинули этой организации. Я думаю, в ближайшее время мы восстановим эту часть. Ну а то, что административная комиссия слабо работает, здесь есть и объективные, и субъективные признаки. Для того, чтобы предъявить гражданину то, что он выбрасывает мусор, нужно за ним либо иметь фото, видео, фиксацию, когда он это делает. Мы призываем всех граждан, которые неравнодушны к экологической безопасности, к комфортному проживанию, во всяком случае, мы должны жить в чистоте. Информировать соответствующие органы о том, как их соседи, друзья и знакомые нарушают санкарный порядок. Выяснять отношения, конечно, как можно человека называть другом, который бросает мусор на... Они нам не друзья. У нас буквально минута осталась до конца эфира. Юрий Витальевич, даже уже все, мы не успеваем ответить на очередной вопрос. 30 секунд у нас до конца эфира осталось. Поэтому мне остается только поблагодарить вас за откровенные содержательные ответы. Я, конечно же, благодарю наших телезрителей за внимание к нашему эфиру и телефонные звонки. До свидания. До следующей встречи в эфире.